Дышу Тобой, живу Тобой, Господь, Ты мой покров живой, Стал Ты моею новую судьбой, Живу Тобой, дышу Тобой. Аллилуйя. Отец Небесный, Твой святой покров, Да будет каждый день над всеми нами, Ты дал свободу нам от вражеских оков, Греха мы больше не являемся рабами. К Тебе я устремляю ныне взор, В Тебе всегда я нахожу успокоение, Ты снял с меня вину, позор, И Духу моему Ты дал прозрение. Святой и праведный, Бесчисленных миров Господь, Единый Царь над всей вселенной, В Твоих руках мой Дух, Душа и плоть, Спаситель, Ты венец мой вожделенный. Под сенью крыл Твоих спокойно я живу, Как пташка малая в Тебе я безопасен, В объятиях Твоей божественной любви тону, Как наш союз любви прекрасен. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо. Доброе утро, братья, сестры. Пусть Господь сегодня нас благословит В этой утренней молитве, В этот утренний час. Да, уже шесть часов есть, уже шесть утра По московскому времени. Привет всем с Москвы. Вот, слава Богу, Благоставляю всех вас Во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Вот, слава Богу, друзья, возлюбленные, слава Богу. Милость Божья, Милость Господня Обновляется к нам каждое утро. И я размышляю обычно так, что Она всегда обновляется, Вообще в Боге непрестанное обновление, Вообще жизнь непрестанная. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Просто утром, не знаю, вот Большинство людей, наверное, А может даже все люди Шалом, Светы пишут, драгоценные. Аллилуйя. Шалом, мир всем вам. Вот, утром просто душа Как-то больше восприимчива Вот, к этой благодати, К этому обновлению благодати Божьей. Обновлению Господа в нас. Божьему обновлению в нашей жизни. Аллилуйя. Действия Духа Святаго. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Да, и сегодня вот Перечитываю эти свои старые стихотворения И, не знаю, просто благодарю Бога за жизнь. Благодарю Бога за То, что Он наш покров. То, что Он защита Наша непоколебимое основание. И вот Иногда Да, да многие люди, в принципе, Я вот со многими верующими общаюсь Разных конфессий. Вот, разных динаминаций, Разных ветвей христианства. И когда вот Человек Обращается к Богу, Когда обретает Бога, да, Когда принимает Иисуса Христа Как своего спасителя, Господа. Когда Духом Святым наполняется Новая жизнь Вот эта вот В Боге Новая жизнь с Господом Она Проявляет себя Ну, Очень так вот Разнообразно. И вот Одно из проявлений Этой жизни с Господом Это Потрясающе Прекрасно Вот, это Такие разнообразные Такие таланты, что ли Вот то, что дремлет в человеке, допустим, То, что оно В человеке Где-то глубоко И кажется Мертвой Кажется, его нет вообще Оно есть Но когда Человек приходит к Богу, да И когда обретает Господа Когда вот это Возрождение духовное происходит Вот это все, что внутри Ценное, драгоценное Оно все Явленным становится Явленным становится Спасибо тебе, Господь Это потрясающе Вот, я это сравниваю, знаете Как вот Землей Ну, здесь В средней полосе, допустим Вот Россия Это не так видно Но вот если брать Юг Если Если приедем на юг К примеру В Армению, допустим Да, вот в эту страну Удивительную Я в эти дни Вот Общаюсь с братьями С Арменией Как раз В воскресенье Проповедовал здесь В Москве В армянском собрании Церкви У пастора Давида И очень рад Знакомству Общению С братьями И вот Когда я был в Армении Там, значит Интересно, что Земля Как по-моему Так вот На мой взгляд Очень похожа на Израиль И тоже Много Засушливых Таких мест Полупустынных Холмы Такие горы Знаете ли Без растительности Но, казалось бы Очень мало В сравнении, допустим С другими местами Там с Грузией Допустим Мало растительности Вот Но Когда есть полив Когда есть вода Когда что-то Ну Орошение есть Дождь Приходит Допустим Да С неба Или же Искусственный Какой-то Полив То все Оживает Просто оживает Вот И в земле То есть Получается Просто как пыль Кажется Камни Просто камни Но Там на самом деле Много Вот Благословения В этой земле Но когда есть Тепло И влага Когда дождь Поливает эту землю То Я удивлялся Такое Буйство Красок Вот эти цветы Эта трава Все прекрасно Становится Знаете ли И Еще вчерашние Там возле Еревана Были как раз Там такие холмы Такие Без растительности Только где-то там Кустик растет Там еще один маленький кустик И все Как бы Одни камни Но прошел дождь И снова солнце Это яркое Жаркое И все Зацвело Потрясающе И вот так же В человеке В жизни В судьбе человека Смотришь Вот Ну если Своя душа Моя душа Без Бога Ну просто камни Песок Как бы Ну где-то там кустик Где-то там Что-то там доброе Видно Но В целом Картина такая Печальная Но Когда Господь Приходит в нашу жизнь Бог Пригревает нас Своим солнышком Своей благодатью Орошает нас Своим дождиком Его Духа Святаго Орошает нас И Все зеленеет Все Прекрасно Расцветает Это Просто Потрясающе И тогда уже сад Сады Души Цветут Расцветают Аллилуйя И возлюбленный наш В этом саду Гуляет В саду Нашей души Это его Тогда наша душа Наша жизнь Вот Мы Сами Наши тела Мы Становимся Храмами Духа Святаго Храмами Божьими И наш Возлюбленный Прекрасный Он Прогуливается В саду Нашей души Спасибо тебе Господь Мой Возлюбленный Прекрасен Краше Тысячи Других Ведь Его Подобен Кедру На Подножьях Золотых Вот Он Идет Господь Грядет Мой Возлюбленный Грядет Вот Он Идет Бог Мой Грядет Мой Возлюбленный Грядет Мой Возлюбленный Стучица Отвори Сестра Моя Время Пения Настало Голубица Чистая Вот Он Идет Господь Грядет Мой Возлюбленный Грядет Вот Он Идет Бог Мой Грядет Царь Возлюбленный Грядет Грядет Господи Иисусе Слава Тебе Господь Слава 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 Их Вала Алли Дуйя Еще раз Снова и снова Прочитаю эти стихи Написал их уже давно я Но Вот Просто Переживаю их Перечитывая Снова и снова Переживаю Вот это вот Присутствие Бога В котором Писались Писались они Вот И сегодня Я дышу им Дышу моим Богом Живу им И вот Читаю Вот эти стихи Дышу Тобой Живу Тобой Господь Ты мой Покров Живой Стал Ты Моею Новую Судьбой Дышу Тобой Живу Тобой Алли Живу Тобой Дышу Тобой Отец Небесный Твой Святой Покров Да Будет Каждый День Над Всеми Нами Ты дал Свободу Нам От Вражеских Оков Греха Мы больше Не являемся Рабами К Тебе Я устремляю Ныне Взор В Тебе Всегда Я нахожу Успокоенье Ты Снял С меня Вину Позор И Духу Моему Ты дал Прозрение Святой И Праведный Бесчисленных Миров Господь Единый Царь Над Вселенной В Твоих Руках Мой Дух Душа И Плоть Спаситель Ты Венец Мой Вожделенный Под Сенью Крыл Твоих Спокойно Я живу Как Пташка Малая В Тебе Я безопасен В объятиях Твоей Божественной Любви Тону Как Наш Союз Любви Прекрасен В Объятиях Твоей Божественной Любви Тону Как Наш Союз Любви Прекрасен Спасибо Тебе Господь Спасибо Спасибо И Из Писания Сегодня читаю Как раз И вот в эти дни Я в общем-то Готовился даже И В церкви В воскресенье Здесь В собрании Церковь Открытое небо Говорить Как раз Именно Вот По этому Тексту Из Писания Готовился По крайней мере Но Когда уже Был в собрании И начал Проповедовать То Проповедь Совсем Пошла Другая Проповедь Вот Света Пишет Да Яченко Чудесно Слава Богу Да Чудесно Быть в присутствии Бога И вот Таланты Все пробуждаются И Когда мы Погружаемся В нем В него Когда мы Тонем В нем Когда Я тону В его Божественной Любви То В этом Океане Просто То Не знаю Все расцветает Все сады Знаете ли Даже Какие-то Может быть Какие-то Коряги Нашей души Какие-то Там Стоят Там Такие Ну Вроде Пора Уже Дано Спилить Это дерево Там Как бы В саду Может быть Есть Там Какая-то Коряга Просто Торчит Из земли Все Дано Уже Отцвела Дано Уже Отжила Свое И Пора Только Выкорчевать И Выкинуть Вообще Все это Из сада Но По-человечески Много Всего Такого В судьбе Человека Но Когда мы Погружаемся В Бога То Даже Какие-то Коряги Наши души Они все Сновятся Прекрасными Деревьями Кустарниками Бог Просто Все Оживотворяет Он Воскрешает И дает Новое Все Слава Богу Это Потрясающе И Вот Из Деяний С первой Главы Ну Прочту Повыше Чуть Вначале Восьмой Стих Вообще Восьмой Стих Я вот Над ним Размышляю Сейчас Но Вот Со второго По пятый Стих Написано Здесь Написано Так Что В который Он Вознесся Ну О вознесении Говорится Господа Иисуса Что Он Вознесся Иисус Потом Написано Дав Святым Духом Повеление Апостолам То Да Он Дал Повеление Не просто Сказал От себя Не просто Даже Вот Не Не уходите Никуда Из Иерусалима Вот Туда Сюда Нет Именно Святым Духом Он Это Повеление Дал Вот Это Тоже Очень Важно Для Понимания Того Что Произошло Вообще В те Дни Почти 2000 Лет Тому Назад 1989 Лет Тому Назад Да В 30 Году Нашей Эры Духом Святым Он Дал Повеление Апостолам Которых Он Избрал Которым И явил Себя Живым По Страдании Своем Со Многими Верными Доказательствами В продолжение 40 дней Являясь Им И говоря О Царстве Божьем И И Собрав Он Повелел Не Отлучайтесь Из Иерусалима Но Ждите Обещанного От Отца О чем Вы Слышали От меня Ибо Иоанн Крестил Водою А Вы Через Несколько Дней После Сего Будете Крещены Духом Святым И Вот В Восьмом Стихе Вот Как раз Момент Вознесения Да И Он Сказал Интересно Но Вы Примите Силу Вот Этот Динамос Да Вот Это Вот Буквально Сила Мощь Крепость Могущество Такие Вот Варианты Перевода Есть Сила Мощь Крепость Могущество Потрясающе Да Сила Мощь Крепость Могущество Потом Также Это слово Переводится Как Способность И Возможность Есть Способности Да Есть Возможности То есть Удивительно И то и другое Очень часто Бывает Такое Что Одно Есть Другого Нет Это И способности И возможности Потрясающе И все это В Духе Святом Да Вот И третье Еще Еще есть Варианты Перевода Такие Чудо И чудотворение То есть Вы примите Чудо Чудотворение Эту силу Чудотворения Эту силу И возможности И способности Чудотворения Потрясающе И когда И когда Это все Будет Написано Когда Сойдет На вас Дух Святой И будете Мне Свидетелями В Иерусалиме И во всей Иудее И Самарии И даже До края Земли Вот это Восьмой стих Первой главы Деяния апостолов Аллилуйя Спасибо тебе Господь Так вот Господь Иисус Да Он сказал Ученикам Что Они оставались В Иерусалиме И очень трогательно Что Это не просто Было даже Сказано Вот так Да По-человечески Просто А это был наказ Дан Духом Святым То есть Это действительно Было вдохновлено Богом Я так подозреваю Если бы это не так То Апостолы Не смогли бы Дождаться Но Духом Святым Был дан Этот указ Господа Оставайтесь В Иерусалиме Через несколько дней Вы будете Крещены Духом Святым И Иисус Здесь напоминает Ученикам Об Иоанне Иоанн Креститель Который Совершал Это водное погружение Который погружал Людей Этот вела Который совершался Вот это Обряд очищения Который совершали Иудеи Вселюбящие Господа Приходившие На Иордан К Иоанну Исповедуя Грехи Свои В покаянии Он совершал Это крещение В воде И образ был Очень важный Такой момент Люди приходили На Иордан Приходили К Иоанну В пустыню То есть Это Получается Надо было выйти С городов С Иерусалима Там С других городов Они шли К Иордану Приходя К Иоанну Они В покаянии Пред Богом Да Были Вот И люди Очень разные Там Описываются Разные категории Даже некоторые граждан Там Говорится И о военных Даже там Людях Вот Служивых Будем так Говорить Да Там Говорится О Там Даже Таких Вот Категориях Граждан Ну Будем так Говорить Ну Самых Непопулярных Тогда В Иудее В Израиле Это Ну По нашему Как полицаи Допустим Во время Второй мировой Которые Работали На Значит Окупантов Вот И Это были Мытари В Израиле Которые Собирали Налоги И Нажимались На этом И В общем-то Они Тоже Приходили Приходили На Иордан Вот Там Говорится Так же И О Такой Категории Граждан Которая Была Самая Уважаемая Вообще В Иудее В Израиле Вот Это Книжники Там Фарисеи Судукеи То есть Это Такие Набожные Люди Уважаемые Религиозные Люди Верующие Вот То есть Очень Разные Он Погружал Их В воду В Иордане Вот В покаяние Крещение В покаяние Вот Это Иоанново Крещение И Отголоски Этого Будем так Говорить Иоанново Крещение Они И сейчас Есть И в христианстве Вот Даже Есть Таинство Крещение Да Вот Это Есть Таинство Водного Крещения Крещение В воде Которое Совершается В христианстве По сей день, даже спустя почти два тысячелетия, мы совершаем по-прежнему это таинство, этот обряд, эту традицию соблюдаем. Но не везде, но почти во всех христианских церквях, ветвях христианства, почти во всех существует вот такая традиция. Не во всех, есть те христианские некоторые там ветви, будем так говорить, такого многоветвистого древа, где нет такой традиции даже, такого таинства. Но самое главное, что Божьего утра всем Лии пишет, Аллилуйя, благоставляю вас тоже. Вот, и самое важное, что вот согласно словам Иисуса, да, что Он упоминал Иоанна, говорил об Иоанне в этой первой главе Деяний, но Он говорит о другом уже крещении. Собственно, новозаветное крещение, это уже не просто даже крещение в воде, да, а это Духом Святым крещение. Вот, это крещение в самого Господа, и Он говорит, интересно здесь, да, Иисус, что вот Иоанн погружал в воду, да, Иоанн крестил в воде, а вы будете погружены в Дух Святой, вы будете крещены в Божий Дух Святой. Вот, по-настоящему, сто процентов уже новозаветное крещение, это как раз именно крещение погружения в самого Бога, погружения в самого Господа, погружения в Дух Святой, погружения в океан божественной любви. Вот это есть как раз, собственно, новозаветное, чисто новозаветное. Если, допустим, водное крещение, это еще как некое промежуточное между Ветхим и Новым Заветом, и даже больше отголосок Ветхого Завета, то уже само баптизо, крещение, погружение в Бога, самого погружения в океан Его любви, в Дух Святой, крещение Духом Святым, это уже непосредственно новозаветное крещение по-настоящему. Есть учение о крещениях. В Новом Завете рассказывается о крещениях. Есть разного рода крещения. Но вот есть само новозаветное крещение, я подчеркиваю, это как раз именно погружение в самого Бога, погружение в самого Господа. Это очень важно понимать. И я не против и крещения в воде, и погружения в воду. Я сам тоже выступаю иногда в роли крестителя. Да, и у нас церкви мы совершаем. Вот в августе месяце, кстати, если вы в Киеве, или будете в августе месяце у нас в Киеве, то добро пожаловать на крещение тоже. Я с удовольствием погружу вас в водную стихию прямо в Днепре. Планирую как раз тоже быть уже в начале августа месяца в Харькове, потом в Киеве и совершать водное крещение. Кстати, в Харькове то же самое. Если вы еще не крещены и хотели бы креститься, то в самом начале августа я буду как раз в Харькове. Несколько дней я планирую быть. И думаю как раз вот крестить тоже. Поэтому пишите. Лучше на Viber и WhatsApp пишите. Под каждым видео есть полная информация. Посмотрите. И под этим видео в том числе вот это вот, ну как назвать это, не знаю, объяснение там как бы, да, как вы можете там финансово участвовать в моем служении. Там написано тоже там с Украины, с России. Вот в моем служении Господу. И также там контакты. Viber, WhatsApp. Украинские и российские номера указаны там. В общем, у меня включены, я включаю, регулярно стараюсь проверять и тот и другой, Viber и WhatsApp. Поэтому пишите и туда, и туда. Вот. И, но для удобства, можете писать и туда, и туда, в принципе без разницы. Но для удобства, если вы с Украины, с территории, или вообще с Украины пишите, да, то, значит, пишите на украинский Viber и WhatsApp. Если вы с Россией, то для удобства контактов, опять-таки, значит, можете писать лучше, да, вот, для, ну, Viber и WhatsApp, который по российскому номеру указан там. Вот так. Здесь тоже, пожалуйста, я сейчас в Москве эти дни. Вот. И через воскресенье снова буду в Москве. 7-го, получается, июля уже будет, воскресенье, да, 7-го июля. Вот. Так что, даст Бог, вот, и здесь тоже совершим крещение я. Слава Богу. Но самое главное, конечно, крещение, самое главное я, баптизо, это погружение в самого Господа, погружение в Божий Дух, крещение Духом Святым. Слава Богу. Да, братья спят, наверное, еще одно вот. Благоставляю вас всех, друзья, благоставляю во имя Иисуса. Если молитва покаяния произносит, умерла тетя, крестилась, тетя крестилась Господа. Это, знаете, вот, такие вопросы, это только лишь к нему, к Господу. Потому что человек даже на последнем издыхании, уходя, вот, Бог, этот океан любви божественной, это, это иное измерение. Это другое измерение, божественное измерение. И в нашем мире, физическом этом мире, материальном этом мире, прекрасном, Божьем тоже мире, но этом мире не таком реальном, какой реальный Божий мир. Потому что Божий мир именно не успела, сестра пишет. Вот, вы знаете ли, не ставьте приговор. И я стараюсь вообще избегать таких вещей в последние годы. Я понимаю так, что мы не призваны быть судьями, ни живым, ни мертвым, тем более. Ни живым, ни мертвым мы не являемся судьями. Вот, и в земном измерении могут пройти какие-то минуты, секунды, минуты. А в божественном измерении, в присутствии Бога, это могут быть просто, ну, годы, именно годы присутствия Бога. Вот, здесь один день, а там как тысячи лет. Вот, и наоборот, наших тысяч лет на небесах, в этом божественном измерении, как один день. Но, обычно, это как-то больше понятно человеку, земному человеку, я это по себе сужу, живущему на земле. Тысяча наших лет, что на небесах это как один день, мне это как-то больше понятно. Но, менее понятным, но тоже важным очень для нашего разумения является, что и наш один день на земле, лишь один день, тысяча лет там. Вот, это менее понятно, конечно, это вообще непонятно, но немного очень Бог открывает. Роза пишет тоже, доброе утро, дорогие, слава Богу, благоставляю вас, слава Богу. А по поводу Лии, слов о тете, знаете ли, даже если человек лишь какие-то минуты перед смертью обратился, Ли пишет, аминь, я тоже так думаю, она с Господом. Вы знаете, даже какие-то минуты, если он обратился перед смертью, перед кончиной Господу. Вот, океан божественной любви, он может погружен быть, и в нашем измерении это минуты, а в том более реальном мире это дни, часы, годы даже, годы, годы. Поэтому, и наоборот, бывает, и прямо наоборот, бывает здесь на земле человек, я таких тоже встречал, водное крещение не успел Лии, пишет, да, принять. Вот, но опять-таки, я подчеркиваю, что водное само крещение это отголосок ветхозаветного служения Господу, поэтому, или же, точнее, иоанново крещение это промежуточное между ветхозаветным и новозаветным. Но, само водное крещение, оно не спасает, конечно, никого, значит, и не может спасти, вот, значит, хотя есть такие доктрины, я понимаю, что есть такие доктрины в христианстве во многих церквях, вот, баптистки, допустим, не во всех, но я встречал такие доктрины, вот, общался с разными проповедниками, вот, и я с удивлением тоже порой обнаруживаю, что и сейчас, в наши дни просвещения, дни просвещенные такие, казалось бы, век информатики, но находятся много довольно христиан, которые, как ни странно, верят, что водное крещение является спасительным, как бы, для человека, вот, сам обряд, само таинство водного крещения, но, на самом деле, это ветхозаветное представление, это законническое представление, оно ничего общего не имеет с благодатью Бога, ничего общего не имеет с Новым Заветом, собственно, и поэтому, ну, чего греха таить? Большинство и православных, и католических, и протестантских богословов, служителей и верующих, по сути, являются еще, ну, большинство, так или иначе, вот, живущими под законом, живущими, вот, в таком, будем так говорить, не то, чтобы в Ветхом Завете, но промежуточном. Бог берег, если обещал, что, а, сейчас, я просто, здесь у меня, а, сейчас я посмотрю, смогу ли я прочесть это ваше сообщение, просто у меня нет ноутбука с собой сейчас, вот, в чем дело, поэтому у меня сообщения здесь, они быстро появляются, и, и все, я их больше не вижу, сейчас попробую, если они здесь у меня как-то сохраняются, то я смогу прочесть их, вот, да, спасибо тебе, Господь, новозаветное, именно чисто новозаветное понимание, это погружение в самого Господа, да, и вот хороший пример, я, кстати, в воскресенье тоже на служении в церкви здесь, вот, в армянской церкви, в Москве, я говорил тоже об этом, потому что, как раз накануне, в субботу, было водное крещение, вот, и люди, да, поздравляли крещаемых, слава Богу, вот, крещеных поздравляли, вот, и, я еще раз подчеркиваю, я не против водного крещения, нет, я за, мне нравится, это и прекрасно, и, но это не спасительно, сейчас попробую подключиться, почему-то у меня здесь зависает, так, так, техника требует обновления, ладно, если сейчас не получится, вот, Света пишет, да, ныне же будешь со мной в раю, да, вот, один из примеров таких, очень хороших примеров, кстати, очень хороших, ныне же будешь со мной в раю, спасение, это дар Бога, ладно, пока оставлю, наверное, сделаю перезагрузку, вот, один из примеров, как раз вот, из Нового Завета, таких хороших примеров, вот, как раз слова, которые Света сейчас привела, ныне же будешь со мной в раю, но самое главное, в самом тексте писания, в самом тексте, сейчас, в самом тексте, вот здесь, что такое, а вот вижу, вижу, да, ага, сообщение есть, на другом гаджете открылось, Света пишет, да, перед тем писала, что Бог верен, да, если обещал, что спасешься ты и спасется весь твой дом, значит, принимаем верой, а когда успел принять водное крещение, разбойник на кресте, течение, совершить веру, сохранить, вот, хороший, например, с разбойником на кресте, вот, поэтому, да, я полностью солидарен, вот, но самое главное, и Света, и Лии, и все, кто вот сейчас подключился, в этот утренний час, в самом тексте писания, вот, слово «баптизо», которое есть там, «баптизо», переводимое как «крещение», да, «погружение», буквально «погружение», вот, но в современном греческом языке это слово употребляется, еще с раннего средневековья употребляется в смысле окунания, погружение в смысле окунания, вот, но в древности «баптизо» употреблялось именно, ну, в другом значении, погружение в смысле просто погрузиться и там и остаться, вот, погрузиться и пропитаться во всем тем, во что ты погружен, погрузиться и раствориться, вот, и это, конечно, потрясающе, потому что это вот таким, именно, в таком значении это слово «баптизо» употреблялось и до Иисуса Христа, до нашей эры, в античной литературе, эллинской литературе, еще лет за 300 даже, до Иисуса Христа, вот, до нашей эры, вот, и лет еще 500 после уже Иисуса, да, то есть достаточно долго в литературе, даже эллинской литературе употреблялось это слово именно в таком значении, и в наличии кое, на котором написано, был новый завет написан, «баптизо» как раз означает именно это, именно погрузиться и раствориться в этом, погрузиться и в этом остаться, погрузиться и в этом пребывать постоянно, не выныривая, вот, и полностью просолиться, пропитаться всем тем, во что ты погрузился, именно в этом значении «баптизо», И, безусловно, слова Иисуса – это дух и жизнь, это не просто плоть, это не просто слово, это дух и жизнь. И Иисус, уходя, конечно же, имел в виду неводное крещение, безусловно, сказав, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Или, допустим, кто верует и креща людей, что мы должны проповедовать Евангелие и крестить во имя Отца и Сына. И Святаго Духа. Конечно же, исторически, библейски, здесь Иисус не имел в виду вводное крещение само. Хотя, это тоже можно применимых, ну, как бы, есть такая, будем так говорить, система оттолкований, как бы, и возможность и таким образом это слово использовать. И я не против тоже использовать его таким образом, потому что это, ну, будем так говорить, возможное. Можное. Шалом, Инночка, да, шалом, Сереж, доброе утро. Доброе утро всем, супруга, дети, внуки, коты, всем привет, шалом всем. Вот, и я к чему говорю, об этом, братья и сестры, дорогие друзья, что имелось в виду во времена Иисуса, когда Иисус говорил, баптизо, совершите баптизо. То есть, кто уверует в меня, и вот эта баптиза совершится в нем, погрузится в меня, пропитается мною, погрузится в сущность Отца, Сына, Святаго Духа и пропитается, опять-таки, тот будет спасен. Вот, и по поводу вопроса тоже, вот, я говорю, что, да, действительно, у нас на Земле тысячи лет, на небе как один день. Но гораздо сложнее нам, живущим на Земле, во временном измерении, понять другую правду, вот, я, я немного понимаю ее, по-своему эту правду, потому что я немного был там, будем так говорить, умирал, выходил из тела, был там, поэтому немного тот мир себе представляют теперь уже, вот, потому что умирал, потом воскрес и оттуда вернулся, будем так говорить, да, и был немного вечности в этой, вот, и на самом деле, я свидетельствую тоже об этом, что и здесь на Земле один день, там как тысячи лет, но я не был один день здесь на Земле, я был какие-то минуты, но там это были часы, это было достаточно много времени, здесь на Земле я был мертвым совсем немного, но там успелось произойти столько много, что, знаете, на всю жизнь вот так вот, свыше даже хватает. Поэтому, вот, а с другой стороны, а с другой стороны, бывает и наоборот, вот, я встречаю порой верующих, которые и 30 лет верующие, и 40 лет, и больше верующие, вот, разговаривал с одной сестрой, допустим, она больше 50 лет уже верующая, вот, в церкви Крисятнической, еще в советское время, там, значит, там покаялась, значит, и крестилась, и все, и крещендухом святыми, даже сосудами, там, как бы ее признавали, значит, в церквях. Вот, но, но, после общений я понял такую вещь, молился, и четко пришло это понимание от Бога, что при всем уважении, но многие из этих людей, они еще не погрузились в Господа, еще не пропитались им, еще не погрузились. То есть, хотя на земле прошло уже, там, 30-40, там, больше лет, они в вере, и они в церкви, они в служении, но они еще, будем так говорить, стоят у бережка. Они, в лучшем случае, пяточки еще замочили в этом океане, но не погрузились в этот океан божественной любви. Вот, а с другой стороны, я знал и знаю, порой встречаю таких верующих, которые без году неделя, как говорится, в церкви, без году неделя, еще в вере, казалось бы, вот, считанные дни еще только, вот, да, верующие, но, которые погрузились уже в такие глубины Бога, погрузились в самое сердцевино, его океан божественной любви. Поэтому земное наше измерение – это иное измерение, а небесное – это совсем иное измерение, то есть совсем другое. Поэтому наш стаж здесь, на земле, может быть, многие годы, даже десятилетия веры, а в небесном – это какие-то лишь минуты. Мы еще, совсем еще дети, младенцы, новообращенные, здесь не зависит. Если бы зависело бы от лет, как многие, вот, допустим, к сожалению, порой понимают, верующие протестанты многие, что вот если он много лет уже в церкви, много лет уже, как уже, вот, в служении, то значит, он уже состоявшийся верующий, уже опытный верующий, уже, значит, уже знает Бога. Не факт. Бывает совсем не так. И очень часто, очень часто, к сожалению, чем дальше я знакомлюсь, вот, уже больше 20 лет общаюсь со многими протестантами, и тем больше я убеждаюсь в этом. И последние годы меня в этом убедили еще больше. Вот, посещая разные церкви, знакомаясь с разными служениями, разных конфессий, баптисты, пятистники, адвентисты, харизматы, методисты, лютераник, альвинисты, там много-много разных, менониты, амиши, там даже, даже был у амиши, даже остробряться в право, протестантских таких. Тамара пишет, да, доброе утро, Аллилуйя, доброе утро, благословение Господне всем вам. Вот, а с другой стороны, даже если в земном измерении всего лишь какие-то дни, месяцы, недели, там, или, да, какие-то месяцы, но в небесном измерении это могут быть уже, там, десятилетия и даже столетия, столетия уже даже. Поэтому стаж наш в земном измерении, чисто по-человечески, если церковь Божья является человеческим учреждением больше, как бы и по плоти смотреть, то действительно тогда, да, зависит от стажа земного. Вот, а некоторые верующие комплексуют даже и говорят, я еще младенец во Христе, я еще там, лишь, там, пару лет всего лишь верующий. Знаете ли, это очень печально, что человек измеряет свое духовное, вот, пытается измерять вот таким образом. Это очень печально, потому что, вот, и очень печально, что в церквях подобная практика существует. Она, как бы, негласна, конечно, как правило, но она есть, это беда, это большая беда. Это, это все равно, что, допустим, не знаю, ну что, не знаю, даже вот, измерять одно совсем другим, вот. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо тебе, Святой. И слова Иисуса Христа, кстати, вот я тоже пример такой приведу. Я, я одна, я когда-то давно, довольно часто проводил пример этот, вот, баптизо употреблялось в древности, именно в описании соления огурцов, вот, или же прокраски тканей. И вот, когда огурец, он погрузился, да, в рассол, и он пропитался, вот, он соленая уже огурец, он баптизо. А малосол в грекии баптизо не называли, вот, думаю, стоп, значит, Бог хочет, чтобы мы имели соль внутри, чтобы это было осоление, оно было изнутри. Батюшка, я из протестантов, последние шесть лет была в православии, сейчас опять я по протестанту, что с вами происходит. Сейчас еще раз прочитаю, потому что здесь у меня не все отображается. А, Тамара пишет, да, из протестантов последние шесть лет была в православии, сейчас опять у протестантов. Что это со мной? Не знаю, думаю, нормально. У всех свой путь какой-то, у всех свой поиск, все люди разные. Я, ну, вас не знаю уже, поэтому мне трудно судить, вот, что с вами происходит. Вот, но неважно, в какой в этом церкви конфессии, православной, протестантской, какой там, католической, там, неважно какой. Не религия нас приближает к Богу, можно всю жизнь быть протестантом, вот, православным, католиком, кем угодно. И так и не познать Бога, так и не знать Творца. Вот, потому что церковь сама не спасает. Ни православная церковь не спасет вас, ни протестантская не спасет вас, ни католическая никакая не спасет вас. Никакая религия вас не спасет. Главное, что вы, милые, во Христе, если это пишут. Самое важное, да, пребывать в Боге, чтобы и Бог в вас пребывал. Вот это самое важное. И пребывайте в Слове Божьем, пребывайте во Христе, пребывайте в Господе. Погружайтесь в Него, в Его любовь. Дело не в конфессиях. Если было бы в конфессиях дело, то было бы все гораздо по-человечески, было бы проще. Вот, выйдите с одной церкви, переходите в другую, и тогда у вас все будет хорошо. Приходите к нам, у вас все будет окей. Вот, вот та церковь плохая, это хорошее. Это чисто такое, ой, опять-таки, это плотское мышление. Это мышление невозрожденного человека. Это мышление, навязанное дьяволом, человеку, навязанное бесами. Потому что это явно не Духом Святым, знаете ли, вдохновленное мнение. Потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. Потому что Дух Святой, Он созидает Церковь Свою не от мира сего. Он созидает Церковь Свою не мирскими, какими-то там, не знаю, методами, ценностями. Нет, у него есть свои методы. Так что, друзья, слава Богу. Вот, и я прочитал стихи свои старые, распечатал их. Вот, два стихотворения прочитал, но вот еще одно прочитаю. Я его чаще так вот зачитывал раньше. О покрове Божьем. А с кем общаться, покажет Святой Дух, но сначала общайтесь с Ним. Да, совершенно верно. Так и есть. Бог подскажет, с кем общаться. Знаете ли, это правда, сто процентов. Поэтому кому проповедовать, с кем общаться, с кем насидаться, Бог подскажет все вам. Вот, самое главное, что мир в вашем сердце будет пребывать непрестанный. Вот. А вне Бога, вне Христа нет мира. Даже если в самой, ну, духовной и правильной церкви находится человек, но если он не во Христе, сам не погружается в Христа, и Христос не погружается в Него, если он не погружается в океан Божественной, этой любви, и этот океан любви не погружается в Него, то все напрасно. Он, как говорится, сухим из воды выйдет. И тогда как с гуся вода, как говорится. Вот так вот. Такое часто тоже, к сожалению, бывает. Но прямо сейчас погружайтесь в Господа. Прямо сейчас погружайтесь в Него. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе за все. Благослови нас, благослови, Господь, Боже, это погружение совершать. Спасибо Тебе, спасибо. Праздник Божьего покрова Станем, братья, отмечать Покровителя иного Кроме Бога Не сыскать Он один Ведь лишь нас знает Как ложимся и встаем Своим духом Утешает Когда вдруг мы устаем Всемогущ наш Бог чудесный Он из праха создал нас Любящий Отец чудесный Благодатью нас спас Любящий Отец небесный Благодатью нас спас Никакой святой на свете Нас от смерти не спасет Обратитесь, Божьи дети К пастырю, что всех спасет Матерь Господа Иисуса Не защитница Тебе Нет на свете слаще вкуса Чем спасение в Господе Бог покров свой простирает Лишь на тех, кто в мире свят Отступников карает Грешник не готов уж ад Обратись, душа родная В дом Отца Скорей вернись Бог готов грехи прощая Отворить дорогу ввысь Праздник Божьего покрова Станем братья отмечать Покровители иного Лучше Бога не сыскать Аллилуйя Аллилуйя Да Но вот это четверостишье Оно мне вот чаще на сердце Вот Ложится будем так говорить Дышу Тобой Живу Тобой Господь Ты мой покров Живой Стал Ты моею Новую судьбой Живу Тобой Дышу Тобой Аминь Да, братья Сестры Пусть Господь Благословит Сегодня всех вас Погружайтесь в Господа Размышляйте О теле крови Христа Вчера вот мы пели Кстати тоже Вот вечером молились И пели эти песни Мне вот Не знаю прям Само пение даже Это как вот Причастие тела крови Христа За Голгофу За кровь Я тебя Благодарю За воскресенье Твое За воскресенье Твое За победу Твою За воскресенье Твое Благодарю Тебя Отец Благодарю Тебя Отец Благодарю Тебя Иисус Благодарю О Дух Святой За все я благодарю Я Тебя Господь люблю Я Тебя Благодарю И за все Благодарю За Голгофу За кровь Я Тебя Благодарю 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 За воскресенье Твое За победу Твою Благодарю Тебя Отец Бог мой Царь мой Иегова Творец неба И земли Всего видимого И невидимого Аллилуйя Ава Отче Благодарю Тебя Иисус Христос Спаситель мой Господь мой Царь мой Брат мой Друг мой Целитель И освободитель Благодарю О Дух Святой Ты всегда Со мной Утешитель Драгоценный Дух Святой За все Я благодарю Я Тебя Господь Люблю Я Тебя Мой Бог Люблю И за все Благодарю За Голгофу За Кровь Я Тебя Благодарю За Воскресенье Твое За Победу Твою Благодарю Жизнь Вечную Бесконечную Бесконечную Жизнь Счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя Мой Благодарю Благодарю Иисус Иисус Христос Благодарю Благодарю О Дух Святой За все Я благодарю Я Тебя Мой Бог Люблю Я тебя, Господь, люблю и за все благодарю. Видимого бесчисленных миров, Господь, Единый Царь над всей вселенной, в Твоих руках мой Дух, душа и плоть, Спаситель, Ты венец мой вожделенный. Под сенью крыл Твоих спокойно я живу, как пташка малая в Тебе я безопасен, в объятиях Твоей божественной любви тону, как наш союз любви прекрасен. Аллилуйя. Слава Богу, братья и сестры, и совершаем причастие, если самое главное причастие совершается здесь и здесь, в нашем разуме, в нашем сердце. И причастие Господа, погружение в Господа, размышлять о теле и крови Христа сегодняшним утром, это очень помогает. Из практики это, ну миллионов людей известно, из практики миллионов-миллионов верующих разных конфессий. Размышления о теле и крови Христа, о голговских страданиях Христа, о том, какой ценой мы искуплены от суетной жизни, от вот этого болтыхания, от этого засыхания в этом миру, от проклятий, беззаконий. Какой-то великой ценой мы искуплены. И вот само это размышление помогает человеку глубоко погрузиться в Господа. Размышление о крови Христа, о спасении, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Не видел того глаз, не слышал то ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам это открывает духом своим святым. И вот само это размышление о том, что непостижимо, да, о том, что велико, больше нашего понимания человеческого, позволяет нам погрузиться в еще больше и больше в эти глубины Бога. В этот океан божественной любви благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа, благоставляю во имя Иисуса, Аллилуйя, Аллилуйя. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Погружайтесь в Господа в океан Его любви, пропитывайтесь им, а Он пропитывается вами. Мы погружаемся в Него, Он погружается в нас. И познал Господь своих печать Духа Святаго, такая как раз на жизни верующего. И познал Господь своих, это самое счастье, человеческое погружение в этот океан любви Его. Слава Богу. Потому что мы созданы друг для друга, будем так говорить, да. Мы одно. Иисус сказал потрясающие слова. Я и Отец одно. Иоанна 10.30 написано. Я и Отец одно. Но сегодня миллионы и миллионы верующих, разных конфессий, разных динаминаций, эти слова повторяют. И самое главное, не просто слова повторяют, а живут именно так, живут именно. Я и Отец одно. Я и мой Бог, мы одно. Мы одно целое. Иисус говорил, да будут в нас едино, как мы с тобой едино. Это потрясающее единение, потрясающее единство. Пусть Бог благословит всех вас, братья и сестры, дорогие друзья. Из города Москвы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать да умножится в познании Господа нашего, прямо сегодня, прямо сейчас. Господа нашего Иисуса Христа, любящего нашего Бога Отца, Духа Святаго. Аллилуйя, аллилуйя. Да, и если вы в Москве или в Питере, то напишите мне, пожалуйста. Буду рад встретиться в эти дни, на протяжении июля месяца, тоже в обоих столицах буду. Так что пишите мне. А если в Киеве, то в августе месяце. Или в Харькове, то в начале августа, а в середине августа в Киеве встретимся. Вот, в конце августа, начало сентября, даст Бог во Львове встретимся с вами, если вы во Львове будете, в Западной Украине. Вот, ну и дальше уже, как говорят, я в дух ПВД. Слава Богу. Хорошо, это вот такие планы. Но самое главное, наш план пребывать в Боге.